Слушаю вас дежурный по Министерству Министерства Старных Дел. Недавно солдат умер, польский, которого мигрант ранил. Так скажите, что теперь с дипломатическими отношениями будет? Спасибо, я услышал вас. До свидания. Привитание. Лукашенко хвалится мирным небом над Беларусью, а сам настойливо эскалирует мигрантский кризис. На мое уявление, старый узурпатор дает Беларусь до статусу террористичной державы. Такие выники я роблю за сегодняшние размовы с полковником Анатолием Козючицем, який працюе у погранкомитета. Полковник Козючиц, да, здравия. Скажите, пожалуйста, почему там мигранты атакуют польскую границу, литовскую? Мы с вами на прямой линии, наши разговоры записываются, поэтому, пожалуйста, представьте, кто вы. Так, Петух Александр Григорьевич меня зовут. Я понял вас. Какой у вас вопрос? Вопрос, почему пограничная служба не пресекает атаки этих мигрантов на польские эти города, территории. Польские? А вы в Шугомеле находитесь? Откуда вы? Ну, я смотрю всякие новостные ленты и вижу, как литовское телевидение об этом рассказывает. Показывает. Литовское? Конечно, и польское. Ну, не совсем надо верить, конечно, тому, что говорят, надо свои выводы делать. Так. Такой проблемы нету. Нету? Серьезно? Да. Вы сейчас берете всю ответственность на себя и говорите, что Государственный пограничный комитет не содействует атакам мигрантов из Ближнего Востока на границе Евросоюза. Верно? Почему? Кто вам такой? Черт. Почему? Кто вам такой сказал? Звонок завершен почему-то. Прервалось, извините. Вот, парень, да, что-то злой. Так это, вы берете на себя ответственность и говорите, что пограничный комитет... Вы, может быть, конкретно скажете, где, что, какие моменты, что вам известно, а не со средств массовой информации. А, лично я видел ли? Лично я, да? Где? Я не видел, что, вот лично я, но литовцы постоянно об этом заявляют, что есть попытки прорыва границей. Польские пограничники об этом заявляют, а ваш погранкомитет про это ничего не знает? Нет, если бы это было, это было бы, понятно, на высоком уровне и доведено, и в средствах массовой информации оно было бы освещено. Давайте про средства массовой информации. Белорусское телевидение, сколько, два года назад освещало вот эти все бойки у границы. Как мигранты хотели в Европу попасть, там уж точно и Озаренок был, и Лебедева, и показывали все, как с бревнами и с лопатами нападали. Ну, были такие моменты, да, да, были. О, были, да? Так отчего же они были-то? Ну, вот мне откуда известно. Но пограничники должны же охранять границу от мигрантов? Должны, да. А почему? Делали в этом направлении все возможное, что нас касается. Так, судя по сюжетам белорусского телевизора, не делали ничего возможного. Направляли, наоборот, на границу. Давали эти инструменты, чтобы разрушали забор. Кто вам такое сказал? У вас есть конкретные факты, что кто-то какие-то давал инструменты для разрушения границы? Но откуда собралось столько народу, поврубали лес белорусский, грелись там, костры жгли у границы? Откуда же столько взялось? Собралось куча, потому что из стран Азии, скажем так, их красиво позвали в Европу любыми путями. Поэтому их собралось так. А кто их позвал, я не понял. Ну, понимаете, в политике мы не разбираемся, наша задача охранять государственную границу. Так вы плохо охраняете. Откуда же насобиралось столько людей? Как они могли собраться там? Вы же пограничники должны их отловить и куда отправить? По всей территории республики отловить? Да нет, у границы. Они же собрались кучей у границы. Вы же должны содействовать тому, чтобы пресекать сборища мигрантов у границы. А их никто через границу не пропускал. Ну, понятно. Ну, они же ломали имущество, забор и прочее. И жгли лес. И убиты, и гибнут они там. Я вас попрошу, есть ли у вас конкретные какие-то факты на сегодняшний день? Ну, мы же все своими глазами видели прекрасно. То и белорусская телевидение показывала. А вы нам говорите, что вы там пресекаете что-то. Где же вы пресекаете, если там было все понятно, что не пресекаете? Ну, вы каких-то вот напридумывали вещей. Ну, СМИ вы смотрите. СМИ, Азаренко смотрю, Лебедеву смотрю. Ну, вот они показывали, каким трудным мигрантам на границе. И что их не пускают в Европу. Мы с вами говорим про сегодняшний день, а не про 20-21 год. Так я говорю, что и на сегодняшний момент есть попытки прорыва границы мигрантов. Если есть какие-то конкретные, я попрошу вас сообщить о них. Потому что, если они будут известны, то они, пограничники, на них будут реагировать в любом случае. Понятно. Еще раз, как вас зовут? Анатолий Владимирович меня зовут. Анатолий Владимирович, вот все в курсе, а вы вот не в курсе. Это вот поражает просто. Это просто поражает. Вот, ну, будете же отвечать все равно. Конечно, конечно. А если НАТО будет лезть, вы тоже не заметите? Заметим. Заметите? Все уверены? А может, она уже влезла и вовсю там орудует? А? У вас есть доказательства? Есть? Ну, я вам не обязан их предоставлять. Ага, понятно. Пожалуйста, по мере нашей службы вопросы какие-то задавайте. Что-то вас интересует или что касается нас? Ладно. Я вам как профессионалу задам уже вопрос. Кто напал на Украину? Давайте мы про это не будем. Почему? Ну, потому что мы с вами говорим про работу нашего ведомства. Так это же как раз про работу вашего ведомства. Как прошли через границу российские войска в Украину? Я этого знать не могу. А? Со стороны России. Как со стороны России? Если сам Лукашенко признавался, что с территории Беларуси заходили отдельные войска. Мы по коме не ехали. А? Сам же Лукашенко говорил. Или вы не доверяете Лукашенко? Доверяю. Доверяете? Ну, так как вы пропустили через границу вооруженные силы Российской Федерации? Не могу это знать, как пропустили. А что вы знаете? Вы давно работаете там? Очень. Очень давно? Да. Так а что вы не знаете тогда, если вы очень давно работаете? Все знают, а вы не знают. За что мы вам деньги платим? Вы давайте вопросы по существу, пожалуйста, задавайте, если они у вас есть. А не просто пообщаться. Давайте я вам... Звоночков и... Звоночков. Очень тревожный звоночек. То, что вы нам говорите, доносите. Вы не знаете, что делается у нас на границах. Вот все знают, а вы не знаете. 24 февраля 1922 года с территории Республики Беларусь в Гомельской области зашли отдельные военные части Российской Федерации. Нарушили границу Республики Беларусь, зашли в Киевскую область. Бучу, помните трагедию Бучу? Когда брезня была, геноцид вот этот. Помните, знаете, кто это совершил? Украинские. Украинские совершили? Националисты. То есть, пока русские не пришли, украинские националисты ничего такого не делали? Я не корреспондент ни украинский, ни российский. На месте, скажем так, этих событий не был. И, скажем так, нашим СМИ российским верю в полной мере. А помните еще Александр Григорьевич, журналисту украинскому Дмитрию Гордону, обещал, что никогда, никогда с территории Беларуси на территорию Украины не зайдет российская военная техника? Я за эти вопросы не отвечаю. Если у вас что-то, еще раз повторим, есть по делу, ну, вы задавайте. По отличенным темам... Это неотличенная тема, это как раз ваша работа, товарищ Козютич. Козютич, и забыл, извините. Как у вас там, правильно. Вот. И очень стыдно за вас. Не то, что стыдно, понимаете, в Украине люди погибли из-за вас. Тысячи людей гибнут. И как мы можем быть уверены, что вы нас защитите от кого-либо? Должны быть уверены. Так вы должны и Лукашенко верить, а он обманывает нас. Мы должны верить и вам, а вы обманываете нас. Вас он не обманывает. Нет, и вас он тоже не обманывает. Обманывает от нас. Я вам напомнил. А вот, да что с вами говорить, если вы просто верующий? Вы уверовали в Лукашенко? Вы, пожалуйста, меня ни на что не подсуете. Еще раз говорю, в отношении работы пограничного ведомства у вас какие-то вопросы есть? Если вы не видите очевидных фактов, что с территории Республики Беларусь на территорию Украины зашла российская техника, и погранкомитет никак этому не препятствовал, то у меня к вам какие еще могут быть вопросы? Вы же просто недалекий человек. Если нет вопросов ко мне больше, тогда давайте закончим наш с вами разговор. Давайте. Но мы с вами еще встретимся. Хорошо. Как видите, по межкомитету Беларуси дзеравый специалист, козючость не ведая, как россияне перешли межу, откуда столько мигрантов не ведая. Это ж лютое позорище. Какого черта беларусы оплачывают дармеецтва таких специалистов? А лишь не в забаве Лукашенко и все службовцы, датычные до сагрессии до Украины и до Евразвязи, откажутся за свои злочинства, супротчеловечства. Дякую за прагляд. Живе Беларусь. До встречи в эфире.